Этот человек за этот год точно ощутил вкус победы. Он сделал так, что сначала его партнеры выигрывают автомобили, бесплатно забирают, потом сделал это сам. И это очень хорошая стратегия лидера, стратегия куратора, когда ты даешь результат своим партнерам и потом автоматически поднимаешься сам. И под ваши бурные аплодисменты мы приглашаем на эту большую, огромную сцену человека, который поделится с нами своей энергией. Дмитрий Романов, город Пермь! Вау-вау-вау-вау-вау! Всем привет! Как меня слышно? Супер! Окей, у меня сегодня тема, связанная, наверное, с тем, что я вообще проживаю последние несколько лет. Не буду говорить там про свои регалии, как раз больше поделюсь, наверное, своим опытом, своей жизнью, как я сейчас живу, чем я сейчас живу и от чего заряжаюсь. Я думаю, вам это будет интересно. И, собственно, тема моя, как вы поняли, это победы. И, собственно, мир пластилин, то есть это мое утверждение. Когда-то эту фразу в нашей компании мне сказал как раз вот этот человек, который сидит напротив, Вячеслав. Мы были в Мексике, стояли в плавательных шортах, смотря на океан. И он сказал такие вещи, что на самом деле все само собой придет. Главное правильно думать и действовать в том направлении. Ну и, собственно, почему эту тему я рассказываю сегодня. Как вы поняли, 2020 год у меня был очень насыщенный с точки зрения результатов в этом бизнесе. Первое. Я закрыл статус председателя Совета Директоров. То есть для понимания, для тех, кто еще не знает, что это такое. Да, спасибо. Это чек только по одному из видов дохода, 15 тысяч долларов в неделю. По-моему, неплохо. Да, благодаря этим результатам я смог попасть и закрепиться в лидерском совете компании. Вы видели сегодня это. Прошлый спринт я был в высшем лидерском совете по итогам первого полугодия. И, собственно, главным, наверное, призом этого года, того, точнее, года 2020, это был BMW 3 серии, которая стоит рядышком, радует глаз не только мой, моей супруги, но и я уверен, что вас. Ну и, собственно, как я проживаю эту жизнь, новую жизнь, поскольку крайние три года, которые я нахожусь в этом бизнесе, очень много происходит. Начиная с того, что у меня родился третий сын, много изменений. Да, спасибо еще раз. И я все больше и больше подтверждаюсь и тестирую вот эту гипотезу, что мы можем все. Все, что мы захотим, все в наших руках. Вчера вечером с партнерами мы сидели тоже в ресторане, разговаривали на эту тему и в очередной раз убеждались, что все наши изменения, все изменения в нашей жизни, они происходят не просто так. Потому что кто-то куда-то посадил это зерно, и мы идем туда, и все происходит так. Окей, и я собрал 10 побед в своей жизни, которые как раз-таки довели меня в том числе сюда, на эту сцену. И я сейчас делюсь этим опытом с вами. Но, конечно же, перед этим, как вот Катя говорила, были установки, были рамки. Мы все, ну как, не все, да, но я точно родился в Советском Союзе из поколения Икс, мне 42 года. Да, тут есть поколение Икс, я знаю. Поднимите руки, Иксы. Да, супер. Я уверен, что у вас были похожие установки, то есть про деньги, про богатство, про отсутствие счастья у богатых, про рамки определенные. Я, например, когда жил раньше, да, то есть как меня воспитывали родители, учителя, я им благодарен, конечно же. И, собственно, вся моя, грубо говоря, структура, наверное, да, там моего роста была следующая. То есть, конечно же, нужно хорошо учиться в школе, да, хорошо будешь учиться, пойдешь в институт, поступишь в хороший институт, поступишь в хороший институт, придешь на работу на хорошую. Ну, а дальше, соответственно, что ждет в 65 пенсия? Только вопрос, что очень многие, я думаю, что вы знаете статистику, не доживают до нее. И мне, конечно же, хотелось по-другому. То есть я точно знал, что может быть по-другому. Ну и, собственно, если говорить уже о победе в жизни, то одна из первых таких значимых побед для меня была в девятом классе, когда я выиграл первенство города по лыжным гонкам. И в этот момент, да, спасибо, я почувствовал, что я могу. Если кто-то может, значит и я могу. Дальше, ну, все шло как по плану, да, там это институт. При этом институте мне удалось закончить с красным дипломом. Это, кстати, тоже было влияние окружения, влияние моих сокурсников, поскольку мы учились и мы все почему-то хотели пятерок. Я не знаю, почему так было, что была за группа такая странная, да. Но когда мы выходили с экзамена и, допустим, кто-то сдавал на тройку или на четверку экзамен, то люди говорили, ну, ребята говорили, как так, когда будешь пересдавать, да, вот вплоть до того. И именно вот это окружение позволило взять и вырасти. В тот год, когда мы выпускались, у нас было 7 человек с красным дипломом. То есть это, конечно, был классный результат. Дальше я устроился по найму, по рекомендации, причем это была нефтяная компания «Лукойл». Пару лет я там отработал. И там я, учитывая, что я занимался спортом, там я познакомился с возможностями. То есть я попал в один, ну, в закрытый клуб, так скажем, теннисистов, успешных людей. И уже больше 20 лет я занимаюсь большим теннисом. Отсюда, конечно же, есть определенное окружение и определенное видение, как живут эти люди. Вот на этих фотографиях я представил несколько своих друзей, близких друзей, которые за крайние 15 лет добились очень многого. Они все долларовые миллионеры на сегодняшний день. Причем слева и справа это IT-компания. И в этот момент, конечно же, мои мысли, будучи топ-менеджером федеральной крупной лизинговой компании, мы работали вместе с Александром Лукьяновым больше 10 лет. Причем я знаю, что в этом зале есть еще минимум человек, наверное, 10, кто работал с нами в компании на разных должностях, на разных уровнях. И я хочу больше сказать, эти люди сейчас успешны, и это знак. В тот момент я, конечно же, думал, да, я топ-менеджер или нет. То есть вроде бы ты руководитель, но при этом уровень твоего дохода, уровень твоих возможностей почему-то ограничен. Я начинал задавать себе вопросы, почему так? Что меняется? Что поменялось за крайние 5 лет? Как может измениться моя жизнь? Ну и, собственно, в этот момент пришли как раз-таки вот эти мысли, а что я вообще хочу от жизни? Как я хочу прожить эту жизнь, чтобы не мне диктовали эти правила, чтобы не я подстраивался под ситуацию, а чтобы я ее сам выстраивал, как я хочу. И в этот момент у меня было несколько триггеров, которые, собственно, для меня были важны. Это больший доход и без ограничений. Это свобода. Свобода в полном смысле ее слова, когда ты сел и улетел в другой город, когда ты можешь работать из другого города, когда ты можешь позволить себе не быть зависим от выходных или от отпуска. Но это же круто. У кого это было? Да, конечно же, масштаб. То есть масштаб – это важная составляющая, потому что если твой бизнес или твоя зона влияния, например, как это было у меня раньше, это там Республика Коми и Пермский край, это та вотчина, так скажем, за которую я отвечал в продажах, то и рынок ограничен, а хотелось большего, хотелось других возможностей. И самое, наверное, главное – это тот вопрос, который в последнее время все больше и больше задаю сам себе, для чего я живу в большом смысле этого слова. И когда я видел вчера стратегию развития компании, когда я понимаю, что мы сейчас стоим у истоков чего-то огромного, такого огромного, что, ну не знаю, аж мурашки, то есть у меня, наверное, какое-то сравнение, может быть, с Фейсбуком, с Инстаграмом, то есть это вот такие огромные системы, огромный масштаб, и я понимаю, что я к этому причастен, причастен на 100%, потому что как минимум я стою здесь и я вкладываюсь в этот бизнес. И, собственно, следующие победы, да, я начну перечислять, в 2013 году я принял решение уйти с топовой позиции компании и ушел искать себя, ушел в направление реализации инновационных строительных материалов. Два года я был в этом бизнесе, после этого я вернулся опять в ту же федеральную компанию, на ту же самую позицию, но, как мне сказала моя супруга, да, когда я в очередной раз подошел к ней и сказал, Лен, ну я хочу меняться, я хочу менять что-то, да, я хочу идти туда к своим целям, чтобы мы могли все. В 2017 году я увольняюсь второй раз из этой же компании, с этой самой должности. И это я тоже считаю, что определенная победа. И в этот момент я уже увольнялся абсолютно осознанно, понимая, что я уже нашел тот инструмент, благодаря которому я могу прийти к своим целям. Как я рассуждал, как я мыслил? Вот эти вопросы, наверное, сейчас каждый из вас может задать сам себе. И, ну, я сейчас просто прокомментирую, как я это вижу. Больший доход и без ограничений. Действительно, в этой компании у меня доход без ограничений. Абсолютно. Мой максимальный чек за эти три года за месяц составил почти 2 миллиона рублей. За месяц. В этом году, кстати, в 20-м. Да, у меня есть полная свобода. 6 января мы сели в автомобиль и всей семьей уехали в Сочи. Сейчас мы живем в Сочи. И я этому, конечно же, искренне рад, потому что буквально в четверг там было плюс 17, а здесь минус 15. Приятно, да. Здесь другой масштаб. Вы видели это, опять же, когда вчера я выбежал с телефоном, да, и мой ключевой партнер Александр Шперлин, к сожалению, он не смог приехать из Германии, там полный локдаун. И он видел всю эту сцену. Он радовался. И вечером мы с ним еще раз созванивались, общались. Он благодарил меня. И, конечно же, это очень сильно и круто. Это свой бизнес. Да, мы фактически являемся представителями компании-разработчика. И мы строим свой бизнес. Мы строим свою команду. И тот масштаб, который мы хотим, он зависит только от нас. Ну и, конечно же, главный вопрос. Да, как бы мы строим большое, большое будущее, большую систему, которая позволяет улучшать клиента-ориентированность, сервис в разных бизнесах. Мы помогаем предпринимателям. Ну и, конечно же, на пути в этой компании, ну, я вспоминаю сейчас 2018 год, когда я впервые был на подобном мероприятии. Это был Крокус Сити Холл. Я сидел в самом конце Крокуса. И в этот момент я видел людей, которые выходят на сцену, так же, как, наверное, я сейчас. Для многих сейчас, наверное, тоже какое-то недоумение. Машины, миллионы, еще что-то. Как это вообще возможно, когда средняя зарплата, там, не знаю, в Москве 50 тысяч или 60 тысяч, я не знаю. Да, это возможно. Вот он я, живой человек, на которого вы можете смотреть. Поэтому это и есть примеры. В тот момент я увидел несколько примеров. Тогда это был для меня Иван Сорокин, Миша Мухлыгин. Михаил Мухлыгин, кстати, когда я принял уже решение, он прилетал в Пермь на форум, и я попросил его показать свой бэк-офис. Ну, то есть это партнерский офис, где полный счетчик всех доходов. И в тот момент я, конечно, очень приятно удивился и понимаю, ну, Миша-то 30, а ты-то ведь с опытом, у тебя связи, у тебя точно получится. Поэтому в этот момент я поверил в себя и увидел, что я смогу в этом бизнесе. Ну, и дальше уже победы здесь, в этой компании, в компании Global Intellect Service. Буквально через 9 месяцев мой первый знаковый чек, это более 1 миллиона рублей, и я начал спикерить на мероприятиях. Но это для меня абсолютно новое. То есть ранее никогда у меня не было такого опыта. Я помню, как это было впервые. Сейчас мне менее волнительно, тогда это было, конечно, намного волнительнее. Окей, следующая победа, это как только объявили промо от компании, что мы в январе 2019 года, да, смейтесь, смейтесь, классную картинку я нашел. Кто был, кстати, похлопайте, пожалуйста. Супер. В тот момент для меня было важно попасть в окружение лучших, потому что я понимал, если я хочу расти, если я хочу достигать, я должен быть в окружении лучших. Только с ними я могу расти как по карьере, так и в развитии своем, и в своих целях. Дальше. Это февраль 2019 года. Я выступаю впервые в Крокусе на аудиторию 4000 предпринимателей. И кейс моего клиента, это был, кстати, один из первых клиентов, дилерский центр Volkswagen в городе Пермь, стал лучшим. Они уже работают почти что три года с нашим сервисом, довольны и рекомендуют, что крайне важно. Поэтому все те, кто в нашем бизнесе, все те, кто являются партнерами или планируют стать партнерами, знаете, что важно сделать так, чтобы ваш клиент вас начал рекомендовать, ваш партнер, ваша команда начала рекомендовать. Дальше. Это Грузия, это день рождения компании, это пятилетие компании. В тот момент Вячеслав Ушенин пригласил меня впервые в высший лидерский совет. Для меня это тоже был такой знак, приятный знак. Я понимаю, что я на правильном пути, я иду туда, куда нужно. И опять же, это окружение лучших партнеров компании. Ну и уже 20-й год, пандемийный год. Как сказала Ирина Старасом, это классная стратегия, когда ты помогаешь достигать результат своим людям. И один из известных людей в MLM бизнесе сказал, когда он презентовал себя, да, я делал промо, он сказал, я воспитал за 20 лет двух долларовых миллионеров и, не знаю, 10 рублевых миллионеров. И вот тогда у меня прям засело это. Потому что, когда ты вкладываешься в своих людей, когда люди растут, и ты помогаешь им достигать высот, это, конечно, очень круто, это до мурашек. Ну и, собственно, Александр Шперлинг, благодаря его победе, выигрышу автомобиля, я и Саша сейчас продолжают находиться в департаментах внедрения и департаментах масштабирования. Ну и конец года, да, 20-го года, победа BMW. Я говорил вчера уже свою речь, короткую речь. Я немножко, наверное, повторюсь. В какой-то момент, ну, мы же всегда сомневаемся, но в какой-то момент я понял, что кто-то точно из того окружения, кого я знаю, заберет этот приз. Сто процентов. И причем, скорее всего, этот человек не хуже, не лучше, не умнее, не красивее. Он такой же, как и ты. Тогда почему не я? Ну и, конечно же, те доводы, которые были со стороны моих детей, они сыграли максимум вообще. Потому что я не мог облажаться. Да. Спасибо. Да, ну и еще одна победа, да, то есть 42 года я прожил в Перми. И 21-й год для нас год перемен. Мы переезжаем на юг, мы переехали. И я уверен, что все будет так, как я хочу, как мы хотим. Что за всем этим стоит? Стоит на самом деле несколько моментов, да, то есть это, опять же, примеры, примеры жизни, примеры успешных людей, примеры в нашем бизнесе, конкретные люди, мои кураторы, те люди, которых я вижу, которые достигают. Это желания и цели. То есть, конечно же, когда я начал задумываться о своих желаниях, о целях, как я хочу провести эту жизнь, каким я хочу быть, с кем я хочу быть, в этот момент у тебя начинается движение, ты начинаешь думать, в этот момент ты начинаешь принимать решения. И в этот момент, именно в этот момент попался мне продукт UDS, компания Global Intellect Service. И я благодарю за это Александра Лукьянова, который рассказывал мне лично на встречах, несколько встреч у нас было. И, конечно же, доверяя такому человеку, зная, насколько он целеустремлен, зная, что этот человек также целеустремлен, за этим человеком можно идти. И, опять же, я очень благодарю, Саш, тебя. Да, мне очень приятно с тобой работать. Ты та звезда, которая зажигает меня и всю нашу команду. Я уверен, всю нашу компанию. Да, ну а дальше это, конечно же, вера в себя. Вера в себя и действия. Ну и вот сейчас я хочу сказать и спросить точнее вас, а чего не хватает? Чего не хватает многим, кто не достигает, например? Почему у нас первый ряд не до туда? Хотя я уверен, что Вячеслав и вся команда, которая здесь сидит, лидеров, хотели бы, чтобы все было в белых столиках. Сто процентов. Да, и я уверен, что так и будет в ближайшее время. Если каждый из вас еще раз поверит, поверит, увидит и поставит свои цели, увидит, что в будущем, куда ты хочешь прийти, поймет, а тем ли инструментом ли я пользуюсь. Или ты лопатой копаешь, или ты экскаватором, или карьерным экскаватором. Ну, коли я из автобизнеса, то есть я, наверное, такие аналогии провожу. Поэтому посмотрите, какой инструмент у вас в руках. Можете ли вы с помощью этого инструмента масштабироваться? Поверьте в себя. С маленькими шажками верьте. И дальше просто действия. Причем важный момент. Вот мы встречались в департаменте масштабирования. И эти действия очень простые. Бизнес несложный. Бизнес, в котором нужно идти вперед, идти с улыбкой. И самое главное, играй всегда, чтобы выигрывать. Когда-то Наталья Сорокина сказала, играй так, чтобы выиграть. И я буду сейчас повторять все больше и больше. Играйте, чтобы выиграть. Не чтобы участвовать. Забудьте те фразы, те банальные фразы. Главное – участие, а не победа. Главная победа, ребята. Побеждайте в этой жизни. Нарисуй себе ту идеальную картинку, в которой ты хочешь жить. Иди к ней с улыбкой. Ну а система у нас очень простая. Я думаю, что вы можете у кураторов, у тех людей, которые вас пригласили, задать все вопросы. И если действовать так, как говорит куратор, то уже через год можно прийти к большущим результатам. И еще одна фраза, которую я хотел сказать. Думай глобально, действуй локально. Локально это про действия уже сегодня, уже завтра и в рамках этого года. Все, ребята, все самое интересное впереди. Лепите ту жизнь, о которой вы мечтаете. Спасибо. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова